Итак, у нас с вами время начинать. 19.00. И как всегда, первым делом поставьте плюсики, если вы меня слышите, если вы меня видите. Запись поставил, всех уведомил, что мы начинаем. Так что можно начинать. Ксения и Регина, жду от вас плюсики. Кто-нибудь еще, если подключится, то замечательно. Если нет, никого ждать не будем. У нас сегодня с вами плюсик. Раз, плюсик. Отлично. У нас сегодня с вами не такое большое мероприятие, зато следующая встреча будет большая. У меня такое ощущение, что будет большая. Мне кажется, что мы с вами минут за 20 упираемся, потому что, ну, немного сегодня делать. Александра вот у нас пришла. Замечательно. Значит, смотрим, что у нас получилось с моделью и немножечко пообщаемся. 5 минуточек по предметной съемке. 5-10 минуточек. Ну что, поехали. Так, где мы сейчас? Работу с моделью кто-то сделал, кто-то еще не сделал, но, в общем-то, по графику мы заканчиваем. И дальше предметная съемка. Про предметные съемки хочу сразу сказать, что если у вас нет большого желания заниматься предметной съемкой, и если у вас есть долги, то тогда лучше подтянуть какие-то долги, заняться тем, что вам как-то более необходимо будет. Но если хотите взять предметную съемку и поснимать, давайте определимся, что именно вы будете снимать, и сделаем это хорошо. Потому что если практика показывает, если это сделать, ну, как бы чтобы это было формально, там, за 5 минуточек что-то попытаться снять, то получается плохо. Предметная съемка, это коричь, на трансмире нужно повозиться. Поэтому работа с моделью, предметная съемка, и смотрим, что у нас получилось. Долго не будем сегодня обсуждать, что получилось, потому что тут все достаточно просто. Так, Александр, сначала Александр, значит, смотрите, у Александры получились снимки классные, Александр снимает хорошо, но это не совсем похоже на постановочную фотосессию. Вот так, как они получились, эти снимки, это больше похоже на очень классный такой репертаж, что гуляли с детьми и их снимали. Ну, просто как срывной репертаж, когда люди видят, на память вы их сняли. Снимки замечательные у вас. Смотрите, вы с одной стороны сняли, с другой, но это вот, особенно вот это, это самый настоящий репертажный снимок, и они классные. Но если вам хочется снять именно постановочную, то сделайте. Если не хочется, если вот у вас дети маленькие и еще сложно их снимать, и именно как постановочную фотосессию сделать, а взрослых нету, то не обязательно. Но, насколько я помню, вы написали, что вы хотите еще фотосессию сделать, и это очень хорошо. Видите, немножко здесь темные у нас глаза получились. Ну, свет так пал. Можно попробовать, будет на проработке чуть-чуть их сделать светлее. Вот, и здесь уже синеватый оттенок у нас. Вечером свет может меняться, и получаться чуть-чуть, видите, синий. И для этого мы с вами проходили, чтобы можно вручную поправить. Вручную можно сделать теплее. Видите, оттенок на лице уже синеватый. Просто прям нагло берете телефон и баланс белого прям поднимаете. И тогда вот синеватый уйдет. У нас синий, ну, синий красный, выглядит как синий-желтый, синий-желтый. Все, хорошо, тогда ждем от вас еще фотосессию. По этой фотосессии как таковой вопросов нету, просто она не совсем постановочная. Она в бортный репортаж похожа. Так, Юлия. Вот, давайте посмотрим Юлию. И у меня к Юлии тоже есть вопросы. Юлия достаточно все хорошо закомпоновала. Можно здесь тоже чуть-чуть пониже. Слишком, вот, слишком, смотрите, вот эти вот участки размытые, они неестественно получаются размылись у нас. Смысл ведь в чем? Смысл в том, что в большинстве случаев это имитация, ну, у нас наш глаз привык, имитация того, как размывает фотоаппарат. Но когда у нас одна часть снимки, ну, вот здесь вот, одна часть фотографии не размыта, а другая явно не размыта, это получается как виньетка такая, виньетка и размывание. И это смотрится всегда странно. Но, это ладно. Здесь можно было точку чуть пониже сделать. У меня другой вопрос. У меня вопрос по модели. Напишите, пожалуйста. Так, это у нас Юлия. Юлии нету, да? Юлии нету. Юлия, как вы смотрите? Напишите, пожалуйста. У меня вот впечатление, что либо модель у вас прям совсем очень сложная была в плане того, чтобы она скачалась на эмоции, либо вы не доработали. То есть, даже со сложной моделью можно работать, но это намного сложнее. Но на снимках она везде достаточно одинаковая, и на снимках она зажатая. Возможно, с ней нужно было работать больше. Больше раскрепостить ее нужно было. Много фаторов влияет. То, как вы себя ведете, какой изначально человек, какое у него настроение, какая погода. Все это оказывает влияние, но больше всего, конечно, оказывает то, как вы работаете с человеком и какой он есть. То есть, есть люди, которые сразу там, но веселее, все у них хорошо, и их легко снимать. Только-только поднаправлять немножечко. Есть те, с кем не так просто в этом плане. Вот, уже здесь, уже близко, но вы не вытянули, еще, еще не вытянули. Видно, что есть разница между тем, что было и тем, что стало, но нужно еще. Еще вы увидите результат. Вот оно. Есть, есть, есть подвижки, видно на фотографиях. Напишите, вы видите, вы, Александра, Алексея, Ерегина и Юля. А вот Юля, видите ли вы, как человек потихонечку-потихонечку оттаивает на снимках? Вот давайте еще раз с самого начала. Это видно, что вот он был холодный, и потихоньку, он такой чуть-чуть закрытый был, потихоньку-потихонечку начал оттаивать. Вот, он не оттаил, еще значит больше. Может быть еще фотосессию, может быть еще две. Может быть больше комплиментов, может быть больше ходить, может быть больше снимать. Все что угодно. Ну вот видно, потихонечку, это нормально, это хорошо, что оттаивает, но чуть-чуть, ну не чуть-чуть, а прям еще нужно было, еще пошел процесс, и это видно, это видно. Я говорю, все приемы, все, что написано. Ну какие приемы? Приемы общаться нужно. Прием с человеком нужно хвалить его, делать комплименты, показывать ему фотографии. Это все нужно делать, но это легче вживую показывать, смотреть, как вы снимаете нос, такой возможности нет. Поэтому можно посмотреть ваши фотографии, и они отражают, отражают конечный результат. Если сложная была модель, если вы чуть-чуть не заработали, то это видно на снимках. Так, Екатерина, смотрите, у Екатерины с моделью лучше, значительно, с композицией здесь однозначно, ну неоднозначно, просто, чтобы, ну, все-таки это как-то странно. Вот, но тоже, еще можно было подтянуть, то есть сами по себе фотографии мне нравятся. Ну, веточки здесь, там у нас центры получились, веточки все-таки куда-нибудь стоило сместить. веточки, пусть они где-нибудь у нас вот здесь были бы веточки, может быть, композицию туда не центральную сделать, а по правилу третей снять. Но модели здесь менее скованы изначально, но можно было еще поработать. Они хорошо смотрятся здесь, что как-то, может быть, все-таки здесь поискать композицию другую, руку не подрезать или чуть-чуть вообще сделать, но когда человек вверх смотрит, место сверху уместно оставлять, но как-то здесь немножечко не сложилось, мало места там, куда взгляд человека у нас получается, сюда, и здесь уже мало у нас места, а ручки подрезали, чуть-чуть точнее с композицией. Задний план я покажу на айфонах, приложение сделали, обновили, апрель сделали, задний план, так размывает красиво. Вот, что касается, что касается этих фотографий, то еще можно было, еще, но я думаю, что видно, я думаю, что видно, что чуть-чуть больше нужно работать, но одно занятие у нас на фотосессию, и вы не переживайте, если вы захотите это направление еще сделать, то у вас будет возможность, у нас еще три занятия будет на, ну вот, блок финальный, и там какой захотите, захотите постановочный, захотите репортаж, захотите предметы, ваша любимая тема, у вас будет возможность ее отработать, еще дополнительно позаниматься. Вот, ну то есть, как бы, есть снимок, но можно было выложиться, можно было еще больше, 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 ну, чтобы прям, чтобы больше эмоций было. Так, Ксения. Айфон, я просто специально поставил по возрастающей, в этот раз по возрастающей снимке, по возрастающей, по тому, как удачно получилось поставил. Ксения, смотрим у Ксении. Такой, он такой загадочный, видите, вот этот, к примеру, снимок, такой загадочный, она сидит, ну, начало такое, вполне, вполне, не обязательно, они не обязательно все веселые должны быть, но вот настроение должно передаваться. В этом и была задача этого задания. Тут издалека, ну ладно, хочется крупнее. Что-то есть, но глаза мы закрыли, глаза закрыли, непонятно, общее настроение есть, общее настроение есть, но как будто бы есть какое-то напряжение, напряжение в губах, читая это, чуть-чуть не хватает раскованности. Мне так кажется, я не знаю, какой человек это, еще, ну, по поводу, я не знаю, нужный, нет, но мне кажется, это не совсем для вас, но вообще можно пробовать, если хотите, такой более модный снимок, можно пробовать просить модель дышать ртом. И это классно смотрится, если вся обстановка, если сама модель располагает к этому, будет смотреться так интересно. Можете, можете даже попробовать на вздохе сказать, я сделаю вздох и поймать на моменте вздох. Снимки получатся принципиально другие, но это не всегда нужно, и не в любой обстановке это уместно. Это такие более модные решения, но не всегда они нужны. Так, вот это неплохо. По поводу рук вы могли заметить, но и по поводу позиций. Такие кипзы, которые не всегда вписываются в обстановку, поаккуратнее. То есть здесь стоило сделать какой-то бренд, не обязательно такой большой, не обязательно бренд, где такая рука у нас большая, в кадре крупная, но какой-то более простой. Здесь может быть уместно то, что вы оставили сверху столько места, то есть как такое, как нарушение. Но сама по себе рука, вот этот вот локоть, она получилась очень крупная, большая. Даже когда вы летом снимаете людей, смотрите, чтобы люди, женщины, не прижимали руки все плотно, потому что рука как-то получается расплывается, сильно крупная становится. Вот, за этими моментами тоже сидеть нужно. Здесь получилась рука у нас слишком большая. Но это вопрос позирования. Самое главное, конечно, мне интересуют эмоции. Все, вот уютры, скачали, здесь эмоции, все уже пошло, поехало. Это мне не обязательно, эмоции должны быть именно веселые, но веселые, классные. И этот снимок замечательный, замечательный, мне очень нравятся ваши линии, мне нравятся вот эти вот направляющие линии. Это очень хорошо, то, что сзади мы обрезали, то, что сзади не видно. Вот, и в этом плане, ну, чуть-чуть-чуть такая осенняя грустная фотосессия. В целом, неплохо, очень неплохо, маленький момент по руке. По композиции все-таки слишком, такие у вас они непонятны. То ли вы специально делали такие композиции, то ли просто они не всегда у вас классические складываются. Хотелось бы увидеть более классическую сначала композицию, а потом уже вот такие. Вот, так, так. Далее, далее. Так, вот этот мне понравился, можно, вот здесь точно можно крутить цвета. Вот вы такие снимки все самые вкусные, самые интересные оставляйте. Будет у нас занятие второе по обработке, как раз будем цвета с вами крутить, будем конфетки делать из снимков. Вот, всякие, как раз там место для всяких фишек у нас будет. И Регина у нас, Регина у нас, я не знаю, как должно было быть последовательность в снимках идти, но я ее вставил вот так вот, потому что мы когда загрузили, они перепутались. Так, вышли, задумались, подумали, куда идти, пошли. Но она тоже с маленькими детьми, как немножечко, получается немножечко как репертаж, но получилось все равно классно. Но у Александра тоже репертаж, но вот у Регины снимки, вроде бы, тоже репертаж, но они больше, почему, но они как-то больше получаются на постановочные, на такие какие-то модельные больше похожи. Так, следующая там тема. И у Регины получилось классно. Можно, ну, самые лучшие фотографии можно отобрать, и нужно даже мы их еще будем с вами потом прорабатывать, смотреть, как можно самые-самые вкусные снимки сделать еще интереснее, наряднее. Так, снять очки с модели. Это, а, ну да, да, ну, конечно, глаз не видно, глаз не видно. Если у вас так на пляже или там пальмы растут, то очки могут придать какую-то изюминку в образе. А в этом случае согласен, согласен. Больше хочется, чтобы вот так вот было. В общем, в общем, те, кто снимали детей, у меня вопросов нету, потому что там полный репертаж. А те, кто снимали взрослые, хотелось бы, чтобы вы еще получили. Но у кого-то чуть похуже, у кого-то получше, но не выложились на все сто. Еще можно лучше. Если тема это интересует, то можно еще поснимать. И тут нет никакого такого вопроса, что что-то там не сказал. Нет, все все то же самое. Все то же самое, просто нужно больше практики. Просто мы никогда не снимали. И нужно действительно брать, снимать снова, снова общаться с людьми, посмотреть, какой результат получается, и снова снимать. Если кто-то из вас хочет такое научиться, то нужно просто пойти и еще раз это сделать. У некоторых людей бывают 10 фотосессий в жизни происходит, и тогда они начинают раскрепощаться. Еще зависит от того, сам человек, интро-нер, ты интро-нер веселый или спокойный, там холерик, или, может быть, наоборот. Ну, не сангвиник, в смысле, не флегматик, но сангвиник. Сангвиник, мне кажется, туда-сюда. Так, модель не захотела без них. Мы пробовали без очков, но не захотел без них. Ну, хорошо, хорошо, но плохо, что не захотела на самом деле, ничего хорошего. Ну, ищите, смотрите. Кто, напишите, из тех, кто сейчас онлайн, кто хотел бы взрослых научиться снимать. Видите, не сразу получается. Регина, Александра, если вы не хотите взрослых снимать, а хотите только детей, то вопросов нет, потому что детей у вас хорошо получается снимать. Ну, Александр еще фотосессию сделает, и Регина точно еще сделает. В общем-то, это ваша основная задача была. Ксения, и кто у нас еще показывал ссылки? Так, хочу попробовать, пока не на ком практиковаться. Хорошо, очень интересно посмотреть ваши фотографии. Ксения, Юля, для вас это просто эксперимент, либо вы хотели бы это научиться. Мне важно просто, чтобы я вас не мучил. Может быть, вы хотите только детей снимать. Детей? Хорошо, тогда я не буду вас мучить. Хочу с взрослыми, конечно, тоже. Александр тоже хочет, хорошо. И Ксения, и Юля, начните мне. Мне хочется услышать от вас. Так, конечно, это... Так, у меня лоб... Лоб не замеряет. Белый получается. Свет еще... Еще, получается, чем ближе источник света, тем сильнее присвечивает что-то. Вот, по-хорошему, нужно источники света дальше ставить. Тогда вот я ближе дальше к операну подхожу, и тогда свет не будет влиять. Темнее, светлее становиться не буду. Но если источник близко, то я подхожу чуть ближе и начинаю присвечиваться. Хотел бы научиться. Модель же есть. Хорошо, все, понял. Хорошо. Не переживайте, что я сегодня много критиковал. Это фотосессия. Это такая фотосессия, вы на телефон снимали так, как снимают вообще-то на фотоаппарат, как фотосессию делают. А фотосессию будут люди, учат делать. Бывает, потом снимают месяц, два, полгода, год или не получается, плохо получается. То, что вы сделали такие снимки на телефон, это очень круто. Это действительно очень классно. Но что касается эмоций, что касается эмоций, еще стоит подтянуть. Так, дальше. Еще пять минуточек и все у нас на сегодня. Пять-десять минуточек. Предметная съемка. Что касается предметной съемки, еще раз хочу сказать. Если есть желание предметную съемку сделать, то я только обеими руками за. Если желания нет, если, ну, я хочу сделать, чтобы не было пропусков, но на самом деле времени нету, еще одну съемку нужно переснять, то ничего хорошего, скорее всего, 99%, что ничего хорошего не получится. Я уже видел, и всегда, когда, как бы, ну ладно, сделаю быстро что-то, получается плохо. Это такая кропотливая вещь, где нужно попробовать покрутить, помертеть, потом подумать, еще что-то покрутить, померить, поискать решение, обработать снимки, потом еще что-то покрутить. На нее нужно время. И если вы хотите, то отлично, там всего, всего три снимка нужно сделать. Если не хотите, ну, или если не хотите сильно заниматься, то можете только один снимок сделать, если вы хотите вот чуть-чуть только попробовать. В общем, я не призываю вас обязательно полностью делать. Я призываю в том плане, что если у вас есть какие-то, то, что нужно переделать, что нужно еще усилить, допустим, работа с моделью или какое-то другое занятие, но при этом предметная съемка не очень вас интересует, то лучше сосредоточьтесь на этой другой теме. Но давайте разберемся сейчас по предметной съемке. Значит, там все очень просто, там принципиально нового для вас занятия, ничего не будет. Ну, это мы все прошли, потому что свет проходили, композицию проходили, ну, обработку мы еще будем проходить, частично что-то еще пройдем. В общем-то, ничего нового, принципиально быть для вас там не может. Остальное тоже там практика. Вопросы чаще всего возникают по поводу вот этой картинки, по поводу света. Сейчас расскажу про нее. Давайте посмотрим. Вот объект, и мы как бы на него смотрим, сверху вниз на него. То есть мы отсюда вверх смотрим, вот на объект. Вот так вот наш взгляд, так мы рассматриваем картинку. Значит, тут у нас, вот у нас наш объект какой-то. И у нас здесь написана картинка про то, что три основных источника света. Не обязательно у вас на основном будут эти три источника света. У вас может быть какой-то один быть, может быть два, может быть именно три все сочетаются вот здесь. Сочетаются, кстати, они, как правило, все очень хорошо между собой. Так вот, я просто хочу объяснить, чтобы вы когда снимали и вообще в будущем больше замечали, какой на это свет и это поменяли. Значит, смотрите, это вот у нас фил, заполнение, заполняющий свет, свет, который мягкий у нас, который просто заполняет все. И вы можете снимать предметы, в принципе, можете снимать предметы с заполнением. Просто с заполнением, но, как правило, для предметов этого мало. Для предметов, как правило, для того, чтобы они заиграли, нужен какой-то более жесткий, какой-то основной ключ, свет, ну, можно и ключ сказать. Ключевой цвет нужен, рисующий свет. Это самое основное, то есть у вас, допустим, в комнате вы снимаете, в комнате у вас общее заполнение есть, на какой-то свет один, он у вас, вот рисунок, вы взяли в другой телефон и посветили на яблоко, допустим. И это у вас будет рисующий свет. А сзади, как мы снимали, в солнышко, контровой свет. Он дополнительный такой объем создает и отделяет от заднего плана. Эта информация может вам пригодиться, если вы пойдете в съемки чуть глубже, зависит от ваших задач. Ну, например, ювелирные украшения снимать, бусы снимать и елочные игрушки снимать, это пригодится. Эта информация очень даже может вам пригодиться. Заполнение, просто напомню, видите, заполняющий свет, небо, было, допустим, в тучах, все, и получается, у нас небо как один большой источник, такой большой, большой плоскости, поэтому заполнение это вот мягкий свет, это то, что заполняет, здесь тоже заполнение, все, заполнило. Здесь уже, видите, заполнение начинает, тоже, с одной стороны, вот он сбоку идет, заполнение, но оно уже не такое мягкое, и оно уже начинает превращаться в рисующий свет. Что такое рисующий свет? Рисующий свет, вот, пожалуйста, четкий, ясный рисунок. Вот у нас лампочка висит, где-то, где-то тут вот лампочка у нас, и вот у нас рисунок пошел, Вот у нас в эту сторону рисунок, свет упал. И мы видим тень под носом, тень от лица, от головы и тень под глазами. Это вот рисующий, вот, пожалуйста, рисующий свет. Явный рисующий свет, видите, он создал рисунок четкий и ясный. Вам может понадобиться такой свет, когда вы будете снимать предметы. Вы поймете, когда вы будете снимать, когда у вас вот он, вот он рисунок. И очень часто на снимках просто, на многих снимках просто не хватает вот этого вот мощности света. Чуть больше света, чуть больше рисунка. И контровой свет – это вишенка на торте. Ну, просто, чтобы вы посмотрели, что такое контровой. Вот здесь он боковой контровой, вот он сзади здесь идет у нас вот этот боковой контровой свет. Здесь совсем сзади. Видите, здесь шапка, предмет. И вот сзади здесь вот такая емочка. Это только контровой свет. Спереди такая фактура у нас нарисовала. По фактуру появилась. Это тоже контровой свет. Это все контровой свет. Ну, здесь наглядно. Здесь совсем у нас контровой. Здесь у нас просто просветился прям такой силуэт почти, что... Ну, не силуэт, получается... Как это сказать, даже не соображу. Ну, вы поняли. Обрамление такое у нас здесь получилось. То же самое может быть на предметах. Это важно для тех, кто хочет предметы, допустим, на продажу снимать. То есть такие вещи прям заставляют предметы ваши светиться, как бы отбивают их от заднего плана и делают их более объемными. Это просто некоторые снимки вам загрузил показать, что делали до вас. Вот здесь вот снимок как раз день не хватает. Здесь какой свет? Здесь в основном заполнение. Но здесь не хватает явно какого-то рисующего света. Вот он вроде бы есть, но может быть здесь такая выработка. Но вот сочности не хватает. Рисующий свет добавляет сочность. Здесь даже нельзя сказать, какой свет эффектный. Это есть такой вид света, называется эффектный. Есть еще фоновый, когда вот на фон идет. Есть эффектный. Вот когда эффект такой. Вот, здесь тоже самое, здесь симпатичная фотография, но здесь просто не хватает света по количеству, можно ее на обработке вытянуть, можно добавить, но имею в виду, что если хотите вкусную фотографию, то нужно больше света, как правило, это срабатывает. Вот, здесь больше, и даже задний план, просто то, что у нас полосочки света есть, это начинает работать. Здесь явно света, здесь явно много было света, здесь в чистом виде игра света и тени, вы видите, это Татьяна снимала. Здесь то же самое, здесь та же самая история, здесь просто не хватает света. Предметная съемка, что-то, композиция, сочетание цветов, свет и обработка, все, ничего больше, ничего больше, практика, практика, практика. Какие-то сложные предметы, допустим, туфельку или какую-нибудь сумку, это сложно снять красиво, еще очень сложно снять. Кто угадает, кто угадает, что сложнее, из того, что я знаю, сложнее всего снять. Ну, я сложнее пока ничего не видел, наверное, что-то есть, какие-то предметы сложнее. Вот очень сложные для съемки предметы, с которыми вы сталкиваетесь, ну, не каждый день, то очень часто вы с ними сталкиваетесь. Вот, Татьяна, видите, как мозг какой-то, я не знаю, что. Ювелирка, да, очень непростая штука, но не самая сложная. Ювелирку легче снять, чем похоже. В некотором смысле, в некотором смысле, блин, не то, что похоже, близкое, тепло, скажем так. Не ювелирка, но тепло, в каком-то смысле тепло. Вот это Светлана, даже такие фотографии. Но это вот такие снимки, если хотите, то это нужно увлекаться, это нужно прям с душой делать, и тогда получится. То есть ничего, ничего сложного, неподъемного нету. Но, чтобы быть вашего внимания, это кропотливая речь, предметная съемка, вот так вот, так вот быстро делается. Даже вот этот снимок, казалось бы, все просто. Нет, человек, точно сейчас не помню имя, человек возился, возился. Такой случай, когда нужно повозиться, даже часто, чтобы вот просто такой вот такой таль снять, даже для этого часто требуется время. Для того, чтобы, что, у меня просто когда фотостудия была, я думал, что можно делать как экзамен, когда фотографы приходят. Ну, в фотостудии часто многие заказы отдают фотографам. Фотографы приходят, и можно давать бутылку стеклянную, стеклянную бутылку зеленую или белую, и сказать, ну, сними. Все, это будет такой тест для фотографов. У нас была девушка, которая снимала еду, снимала какие-то, какие-то наддосточки, какие-то украшения. Ну, футфотограф она прям для себя снимала. И к нам в студию, я в студии очень много занимался организационными моментами, в студию, значит, завод, наверное, приехал и привез несколько ящиков, какие-то там бутылок, там, пластиковые, стеклянные. И девочка сказала, ладно, ладно, я отдал ей заказ, и она сказала, я сниму, не проблема. Я говорю, ну, хорошо. Оставил я ей даже студию, куда-то ушел, мы пошли покушать. Через час звонит, я все закончила. Я так удивился, что она все закончила. Она потом приделывала эти снимки, потому что заказчику не нравилось. Вот это плохо, это плохо, это плохо. И она приделывала их бесконечно, в итоге через две недели плюнула. А потом был другой фотограф, Константин, и он одну бутылку снимал. Ну, мы вместе с ним сначала свет ставили, более-менее нашли, и все. Потом он еще три дня ее снимал, и через три дня он снял эту бутылку, одну бутылку красивую снял через три дня. И он приходил с этой бутылкой, говорил, я все со всем, всем кавказским минеральным, всем заводом сниму. Но в итоге никому не снял. Так что сложнее всего снимать бутылку красиво, стеклянную бутылку. Ну, пластиковые тоже непросто снимать, но стеклянные бутылки очень сложно снимать. Все, какие вопросы есть, задавайте. Вот у нас полчаса прошло. Думал, что можно... Ну, полчаса, как обещал, так полчаса. И с вами полчаса уложились. Так, Ксения, Анна, Анна еще пришла. Ох, с бутылкой, с бутылкой нужен свет, нужны всякие смягчающие. В общем, там это не так просто, но можете попробовать, можете попробовать. И посмотрим, что получится. Мне даже часто бутылки, наверное, сняты в рекламе, очень-очень так, не очень-очень-очень сняты. Какие-то там заводы, можно увидеть фотографии бутылок, которые невкусные. А красиво сняты, конечно, лучше всего бутылки сняты у Кока-Колы. Там у них бутылки сняты, так снято. Но там много-очень много обработки. Так, какие у вас вопросы? Кто из вас, Александр, Анна, Ксения, Ерегина и Юлия, будет снимать предметную съемку, а кто не будет? И вообще потом мне в чате напишите, чтобы я знал. И, кстати, по поводу предметной съемки. И на то, что вы собираетесь снимать, если какой-то сложный предмет или не получается, просто присылайте мне, и мы за эти дни будем искать решение. Потому что какого-то стандартного решения нет сюда света. А, и вот, не, есть решение, когда все у вас светом развивается, как LightCook, LightBox. Вы ставите, и оно не объемное, оно не какое-то такое, усредненное. Такое есть решение. Так, Юлия будет хорошо, Александр будет снимать, Регина. Регина стоит даже с бутылки пробовать. Хорошо. Ксения. Так, то выкажите, как этот цвет лучше. Какой цвет? Какой именно цвет? Так. Она отличная, короче. Хорошо, хорошо. Все, кто сегодня здесь, значит, все делаем. Все, смотрите, давайте более индивидуально будем. Свет. А, свет, да, конечно, конечно. Можно использовать лампы обычные. Можно использовать лампы, как, например, дома есть. Есть настольные лампы. Это все годится. Нужно посмотреть, не дают ли они какой-то паразитный оттенок. Но вот такого плана, вот лампы, сейчас, ну вот лампы, такие вот я даже использую. Они вполне годятся для того, чтобы дома их использовать для съемки предметной. Даже вообще по поводу света, разжать его можно чего угодно. Можно трубочки делать. Вот, если углубленно захотите со светом разбираться в предметной съемке, я вам много всего расскажу. Просто не всем это нужно настолько глубоко. Вот, это другой вопрос. А теплый или холодный, но правильнее, удобнее, конечно, снимать холодным светом 5600. Ну, то есть, в магазинах обычно продается свет либо сильно холодный, ну, как холодный, дневной свет правильный. Он, как бы, холодно считается, но не такой холодный, что он синий. То есть, 5500, 5600 тысяч кельвинов – это правильный свет. Есть в магазинах, значит, если вы будете покупать там, ну, лампы обычные, они либо там, ну, не 3200, 3500, 4 с чем-то тысяч кельвинов. То есть, совсем теплые, либо начинаются прям синие уже. Проблема может возникнуть, в общем-то, вы можете снимать, вы знаете, как баланс белого поправить? Вы можете снимать как холодными, так и теплыми, если другой свет не влияет. Просто между собой их тоже можно сочетать, теплый с холодным. Но это уже такая прям уже, это уже эффектный получается свет, если вы поставили все холодным, теплым решили посетить. Или лучше даже не так, лучше вы в теплом свете все поставили. И контровой, допустим, у вас холодный, чуть-чуть синит. Ну, понимаете, да, это такая уже специфика, тонкости пошли. А так лучше всего дневной свет, но свету дневного света у вас. Используйте любой другой, просто поправьте телефон под этот цвет баланс белого, поправьте и все. Все, по поводу света, ну, вы можете потом выслать, какие у вас есть лампы, и что вы хотите снять, и будем думать. У вас одна задача, значит, один снять снимок плэтлей, это когда вы что-то накладываете и снимаете. Это легко, тут ничего сложного нет. То, что делается достаточно прям легче всего, можно сказать, в предметной съемке. Вам один снимок сделать с естественным светом. С естественным светом вы можете какое-то отражание использовать. Да все, что угодно. Крышку от кастрюли можно использовать, посветить ей, и какой-то предмет заживет. Вот, вы у окна поставили что-то, и это что-то, какой-то предмет, у вас может быть темным получится. Просто кусок фольги, я не знаю, взять фольгу обычную, разделывающую доску и назад направить от окна. Вы увидите, заблестит прям так, ну как, заживет ваш предмет, заживет. Вот, в общем, если интересно, а тем, кто хочет какие-то предметы на продажу продавать, снимать, это обязательно нужно попробовать, и пишите, что вы будете снимать, присылайте источники, и будем с вами этим заниматься, будем разбираться, чтобы у каждого получились фотографии предметные хорошенькие. Все, мы обещали 20-30 минут, а уже получилось, у нас 40 почти минут. Все, какие-то вопросы, если есть, задавайте, наглоточек сделаю. Если нет, то тогда я скажу еще одну вещь, чуть-чуть не забыл. Еще нужно смотреть, вот, как раз актуально, ну это для многих актуально. Снимки, загрузите, пожалуйста, 15-20 фотографий в четвертое задание, чтобы мы на следующем занятии, а это будет большое занятие, будем с вами возиться долго, чтобы мы посмотрели, какие бывают способы опирать фотографии. Там, в общем-то, в целом вы умеете это делать, но я хочу поделиться своим опытом, потому что каждый раз все равно есть некоторые подходы. Каждый раз, и каждый раз этот подход новый к тому, как можно подойти, как посмотреть на всю коллекцию целиком. На всякий случай хочу, чтобы вы вместе с вами посмотрели, как отбирать фотографии, потому что у многих из вас могут быть с этим сложности. Поэтому мы будем встречаться онлайн, и онлайн вместе с вами будем отбирать. То есть из 15-ти будем отбирать 7, или из 20-ти 7. И если снимков будет очень много, то, может быть, не за один заход, а дважды встретимся. Может быть, там, утром, или там, днем и вечером, ну, посмотрим, что-то мы придумаем. Или вы скажете, все-все, Василий, хватит, мы, в принципе, поняли. В общем, решим, но мне от вас сейчас нужно будет максимум вот этих вот, в общем, более индивидуальных уже. Вот это у нас пошло по отбирать фотографии, по предметной съемке, и дальше, финальный блок, это у нас уже много будет такого, что каждому свое нужно будет подтягивать. Все, Регина, вам тоже спасибо за то, что были с нами. Всем спасибо, кто был. Ставлю, значит, стоп. Всем пока. Завис на стоп поставил. С вами Дэк.